За организацией здорового лада життя для супрацовников на прикладе Гомсельмаша знайомлися сегодня подчас воязного посаджения Республиканского Межведомостного Совета. С початку на предприемстве прошел невеликий сход. Удельники Сустрэши доведались об тем, как работников вытворчасти мотивуются жить за своим здоровьем и каких выников отрималось досягнуть в этом накерунку. Потом прошли по цехах подробностей в сюжете наших корреспондентов. Холдинг Гомсельмаш – это амаль 15 тысяч работников. Для эффективной працы гиганта важно, чтобы коллектив был здоровым. И тут треба не только организовать для людей достойные умовы працы и отпочинку, а и зацикавить их вести здоровый лад життян. Мотивовать. Продприемство, меркующий по агульной справоздаче, робит для этого бадай все, что можно. Холдингу належат санаторы, машинобудовник, малявничих чонках, дом культуры, спортивные залы, бассейн, столовые. Для работников организуют десятки мероприемств и акций по здоровым ладе життян. У ближайших планах так само – набыть тонометры, раскласти их у самых доступных для работников в местах и научить ими корыстаться. Кабы любым умом человек мог проверить свой тиск и махчыма своечасово звернуться за меддапамогой уже до специалистов. Мотивують клопотиться об своим здоровье и иншими способами. Например, калису працовника год не ходил на больничный и немая шкодных звычек, юн мая права на одноразовое материальное узнагороджение. Мы понимаем четко, что за производством сложной техники, сельскохозяйственной техники стоит в первую очередь персонал и человек. И поэтому забота о его здоровье входит в одно из таких приоритетнейших направлений деятельности управления. Поэтому мы это четко понимаем, принимаем все меры для того, чтобы наш человек не только имел достойные условия труда и, соответственно, заработной платы, но имел возможность трудиться, скажем, не болея. Уровень заболеваемости, то есть потери на 100 работающих у нас на протяжении трех лет они снижаются. Сегодня это цифры, которые на процентов 10-15 ниже среднеобластных. Ну, в том числе, это задача, конечно же, идеологической вертикали, которая направлена на то, чтобы человек чувствовал себя уверенно. До речи, подчас встречи администерство Аховы Здоровья прогучало Пропанова больше уваги надавать людям, которые сами не будут удельничать ни в спортивных, ни в профилактичных мероприемствах. Их здоровьем треба займаться метана керавана и индивидуально. С ГТМ этой вызначить з усих работников, тех, кто мая больше за все проблем со здоровьем. Работа, которая выстраивается с этими целевыми группами, в поликлинику эти люди придут в лучшем случае на диспансеризацию, на прохождение медицинского осмотра для устройства на работу или периодического медицинского осмотра. Те люди, которые работают во вредных условиях, мы сегодня это слышали, у них более частые медицинские осмотры. Все остальное время только при заболевании человек обратится в поликлинику. То здесь выстраивается работа по формированию приверженности к контролю своего артериального давления, а это более 60% из заболеваемости и смертности населения, во-первых, и второе – это по приверженности лечению. Як отзначили под часу встречи, треба ведать психологию человека, как обздолить, затекавить, як узменить свою ладжиття. Кавьон самостойно пожадал позбавиться от дренных звычек. Малоэффективными оказываются забороны и заполохвание стратой здоровья. Самый верный шлях – реальные приклады людей, які отмовились от кепских звычок, почали сачыть за рационом и своим физичным станом. Людей, які вызначили, что их житёвый шлях – это шлях здорового ладжиття. Угэтым на керунку важная роль належит сродкам массовой информации. Менавито со сторонок газет, часописов, стэли и радиопраграмм можно доведаться об таких вось прикладах. Их учей почать относится до себя больше уважлива и беражлива. Марина Джалая, Леся Рудзянкова, Валерий Гапанько. Телерадиокампания «Гомель».